друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр будем сегодня с вами рассматривать lenovo a916 это бюджетный вариант цена в китае приблизительно 120-130 долларов для меня эта модель является лишь таким небольшим улучшением lenovo a850 plus он восьмиядерный он большой 5 5 дюймов здесь лучше камера лучше экран по сравнению если сравнивать его с lenovo a850 плюс комплекте здесь особо ничего нет здесь в принципе стандартная комплектация куча ненужного поролона есть зарядка есть юсб кабель и переходник под наши розетки гарнитуры этого всего нет смартфон выполнен в прикольном дизайне сзади у него вот такая вот интересная крышка крышка сделана как под кожу но это пластик пластик на котором практически не остается отпечатков пальцев также сзади логотип lenovo 13 мегапиксельная камера решетка под динамик и вспышка с лицевой панели у нас три сенсорных кнопки lenovo логотип разговорный динамик 5 мегапикселей фронтальная камера и датчики приближения освещения экран у нас 5 5 дюймов hd разрешение матрица IPS технология OGS ну не написано это от производителя углы обзора в принципе хорошие ну да ладно чуть позже попробуем разобраться с этой грани нет ничего у смартфона сверху у нас разъем под наушники и микро юсб разъем с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения выключения здесь нет ничего микрофон находится вот здесь под крышкой мы можем видеть два слота для sim-карт sim-карты в этом смартфоне стандартные большие есть вот под карту памяти аккумулятор у нас на две с половиной миллиампер часов один динамик вспышка камер сборка мне понравилась принципе довольно таки монолитный смартфон он не трещит не издает каких-то посторонних звуков не люфтит сборка хорошая сразу же начнем с вами осмотр этого смартфона через программу antutu сколько баллов набирает какие технические характеристики у него набирает он вот 27000 это нормальный показатель здесь 4 4 android mtk 65 92 однако этот 92 он здесь обрезан частота его по 14 гигагерца но в принципе для всего этого достаточно мали 450 графический ускоритель разрешение дисплея 1280 на 702 с 13 камера 1 гиг оперативки 8 встроенных и еще у меня стоит карта памяти сразу говорю про работу с картой памяти прошивка сделана таким образом что он все программы все игры скачивает на свою собственную память почему-то по нормальному он с картой памяти не работает за девайс тест покажет нам какие датчики есть в этом смартфоне есть датчик освещения приближения gps вайфай bluetooth акселерометр само собой и в принципе все гироскопа здесь нет вспышка есть и в данной модели не работает отг разъем не подключаются мышки флешки клавиатуры касательно прошивки на форуме много информации о том что эта модель не работает одновременно с двумя сим-картами но мне не было возможности поставить для вас две симки у меня стоит одна сим-карта но насколько я понял ситуация следующая на любой прошивке есть определенный код код в инженерном меню через номеронабиратель набирается и вот здесь вот в телефоне настройках появляется вот третий вариант sim 1 плюс сим 2 и тогда он работает с двумя сим-картами без проблем прошивка заводская стандартная здесь не все переведено на русский язык есть несколько немного английского но в принципе основное все на русском и этого нам с вами будет достаточно потому что особо вариантов для выбора здесь просто напросто нет экран мне в принципе нравится углы обзора хорошие касательно огс здесь или не огс но давайте посмотрим какие углы обзора ну скорее всего скорее всего не огс то есть воздушная прослойка здесь есть и я так вот наблюдаю что-то действительно что-то такое похоже но не забываем что смартфон бюджетник цена его приблизительно 120 долларов 130 в китае и это модель все равно лучше чем lenovo a850 плюс по многочисленным параметрам касательно звучание в этом смартфоне я тестировал звук разговорного динамика микрофона все отлично мне все понравилось тестировал звучание в наушниках но в наушниках средненькое звучание собственно как и в самого внешнего динамика то есть ничего особенного но в наушниках я бы хотел побольше басов иметь так в принципе нормальный звук касательно производительности здесь один гик оперативки но смартфону это абсолютно не мешает нормально работать я тестировал нова 3 я тестировал асфальт 8 в принципе даже обрезанного восьмиядерного мтк 6592 его достаточно для нормальной работы давайте посмотрим нову 3 с игрушками в общем никаких особых проблем нет асфальт 8 также работает отлично аккумулятор у нас на 2500 миллиампер часов я тестировал аккумулятор результаты у меня получились следующие в режиме игры со 100 процентов до 6 это два часа 52 минуты по диаграмме разряда можно видеть что смартфон разряжается равномерно и никаких пропастей здесь нет в antutu тестере смартфон показал вот такой вот результат 5356 баллов это средний результат но я хочу вам сказать что для диагонали 5 5 дюймов для 8 ядерного процессора это вполне себе достойный результат к минусам это относить нельзя ни в коем случае также я тестировал gps gps в смартфоне хороший у меня словил много спутников словил довольно таки быстро первый старт у меня был за минуту это в принципе хорошо камера у нас здесь на 13 мегапикселей основная камера передняя камера здесь идет на 2 мегапикселя запись у нас идет в формате full hd фотки в принципе получается для такого уровня смартфона получается очень даже достойная очень все четко красиво видеозапись тоже в принципе за эти деньги я считаю что камера довольно таки хороша и качество хорошее и вдаль и макросъемка хорошая поэтому я фото видео выложу и вы сможете это все посмотреть алинова а 916 это бюджетный вариант цена его в районе 130 долларов в китае 5 5 дюймов 8 ядер две с половиной тысячи аккумулятор гиг оперативки модель немножко дороже чем леново а 850 плюс но лучше дисплей лучше камера процессор в принципе все то же самое вот поэтому как бы эту модель можно брать тем людям которые хотят играть в игры с большим дисплеем хотят фотографировать и в принципе просто иметь оригинальный классный заводской смартфон от компании леново на этом все подписываемся на канал комментируем задаем вопросы ставим лайки дизлайки подписываемся также на нашу группу возможно в скором будущем будут небольшие конкурсы у нас будет интересно на этом все спасибо всего доброго а